Клуб второй спортивной школы поменял прописку в начале этого года. Помещение для тренировок отделению кикбоксинга предоставила городская администрация. Дизайнерский ремонт тренеры, а также родители воспитанников делали своими силами. Финансовую помощь оказали предприниматели, общественники и ветераны спорта. Большой вклад внес председатель Совета городской общественной организации клуба «Гренада» Борис Антонов. Именно ему ради общего дела удалось объединить неравнодушных людей. Гренада давно создана, я 23 года его вице-президент клуба являюсь. И вот это время все помогают. Сами мы, учредители, в основном свои деньги вкладываем. И плюс еще кто найдем своих знакомых, находим, кто-то помогает. В ремонт спортивного зала было вложено порядка двух миллионов рублей. Стройка в помещении велась, можно сказать, круглосуточно. Тренеры стремились завершить работы к началу нового учебного года. И вот сегодня состоялось торжественное открытие. Благодаря вот такому примеру социального партнерства в Бийске появилось еще одно место, где подростки будут заниматься спортом. Спасибо, что пришли на наш этот праздник. Это, во-первых, делалось для вас, для детей, чтобы мы в городе Бийске развивали единоборство. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев от имени временно исполняющего обязанности главы региона Виктора Томенко вручил благодарственные письма председателю Совета Бийской общественной организации клуба «Гренада» Борису Антонову, а также коллективу отделения кикбоксинга второй спортивной школы. Уважаемые тренеры, спасибо вам огромное за работу с нашим подрастающим поколением. Фонд Александра Прокопьева отделению кикбоксинга помог с приобретением ринга. Он был выполнен по спецзаказу. А сегодня Александр Прокопьев вручил спортсменам новый тренажер. Это ваш новый член команды. Отрабатывайте на нем свои бойцовские навыки. Это вам. Еще один подарок – борцовский мешок – воспитанники второй спортшколы получили от Николая Валуева. Для вас всех эта сегодня знаменательная дата запомнится. Ну и наверняка где-то здесь сейчас, в этих первых рядах, или те, кто еще придут, обязательно окажутся будущие чемпионы, прославят край, прославят родной город, страну прославят. Я желаю, конечно, вам успехов. Чемпион мира по боксу в тяжелом весе, обладатель самого мощного кулака за всю историю Николай Валуев, спортивный зал кикбоксинга открывал в свой день рождения. На Бийской земле ему испекли большой торт. Этот сладкий шедевр – творение кондитеров авторской кофейни «Шоколате». Право перерезать красную ленточку организаторы предоставили школьникам, которые только делают первые шаги на пути к большим спортивным успехам. Я доволен. То, что было до этого, это как небо и земля. Здесь стало намного удобнее, места стало больше, людей стало больше приходить. Но и в целом приятнее заниматься. Созданные совместными усилиями условия непременно помогут спортсменам завоевать новые чемпионские титулы не только на всероссийских, но и на международных соревнованиях. Евгений Плохотин, Иван Тяблицкий. Будни.